Марко, наверное, с тобой откровенничаю. Мне ты можешь сказать? Мне ведь всё равно. Всё равно. Ладно, обещай, что не скажешь ни слова своей подруги. Клянусь? Мне хорошо, если я скажу, а Анна потом узнает. Да ради бога, разве я могу? Мы договорились? Разумеется. Короче, да всё это ерунда. Марко этот сэкин сэн. Он симпатичный малый. Конечно, в его положении. Да, собственно, всё правильно, он молодой, вообще это пустяки. Что за пустяки? Ерунда. Лучше я не буду говорить. Если начал, то говори. Не скажешь, я тебе башку проломлю. Ну, хорошо, хорошо. Короче, у него есть подружка. Некая Дебора. Только я тебя прошу. А я тебе не верю. Он всё выдумал, чтобы похвастаться. Он тебе мозги подавил. Он всё выдумал. Он хотел над тобой посмеяться. Я её видел. Она к нему домой приходила. Домой? А что это за имя Дебора? Что такое Дебора? Она из Шотландии? Или азиатка? Родственница Деборы Кер? Да что с тобой? Она родственница Деборы Кер, раз её зовут Дебора. Лиза, что с тобой? Нет, всё в порядке. Когда узнаёшь, что муж твоей лучшей подруги изменяет ей подлость, какой-то грязный шлюх и по имени Дебора, внутри всё переворачивается. У кого? Да у меня. Почему? Потому что Анна моя лучшая подруга. Да будет, Лиза. Если ты так из-за подруги расстраиваешься, что было бы, если бы ты сама была жертвой? Правильно, жертва. Она этого не заслуживает. Послушай, это Дебора. Не произноси это имя. Это Синьора. Тоже мне Синьора. Ну хорошо. Та, чьё имя мы не произносим. Так лучше. Она ничего не значит для Марко. Это просто шалость. А что бы ты сказал, если бы я позволила себе такую шалость? А ты при чём? Ну, Анна, жена. Это другое. Это гораздо серьёзнее. Разумеется. Это куда более грязное дело. Именно, куда серьёзнее. Естественно. Мужчине дозволено изменять, а женщине нет. Почему ты ему не помешал? Как помешал? Зачем? Помешал. Когда он тебе сказал, что уходит с этой, ты должен был остановить её, сказать нет. Ты не пойдёшь, подумай о своей жене, не обижай её. Она просто ангел. Лиза, да ты подумай, на кого я был бы похож. Какое мне дело до этого ангела? А ведь это должно тебя интересовать. Я её даже не знаю. Знаешь? Как знаю? Нет, не знаешь. Не знаю. Нет. Но это не пора, чтобы стать сообщником подлого обмана. Хватит, умоляю. Я больше не могу. Ты сама меня вынудила сидеть в компании мужа твоей подруги. Разве нет? Если он ей рога наставляет, я причём. Да ты тоже. Хватит, солнышко. Ты сейчас в положении, вода раскисла. Ничего страшного с твоей подругой не случится. Марко любит её. Дебора, это девчонка. Ничего для него не значит. Девчонка? А сколько ей лет? Ну, где-то 21-22. Это большая разница, 21 или 22. Думаешь, Анна, эта двухлетняя дурочка красивее Анны? А знаешь ли ты, что Анна шикарная женщина? У неё шелковистые волосы, очаровательная улыбка, нежный взгляд. Она умная, сентиментальная, может заплакать, глядя на закат. И очень сексуальная. Все мужчины оборачиваются, когда она идёт по улице. Да если бы она захотела, она любому вкружила бы голову. Я и не знал. Ты знай. А я думал, она старая, вся какая-то украшая. Украшая. Она молодая, сочная, вся искрица. Надо же. А Марку был её первый мужчина, первая любовь. Это я знаю. А сколько мужчин могут этим похвастаться? Мало. Вот ты подумай. Марку женился на лучшие женщины. Ты очень сильно привязана к своей подруге. Да, она этого заслуживает. Ты ничего не должна ей говорить. Обещаю, ничего не скажешь. Почему молчишь? Потому что она всё знает. Как знает? Она женщина, женская интуиция. А ты откуда знаешь? Я тоже женщина и тоже чувствую. Подумай сам. Ты ошибаешься. Впрочем, ничего ей не говори. Да и говорить нечего. Знаешь, солнышко, у мужчин всё по-другому. Немного секса на стороне. Это полезно. Я бы даже сказал, необходимо. Это не отражается на любви к жене. Никоим образом. А тебе не хочется таких развлечений? При чем здесь я? Я старше его. Я должно быть исключением. Для Марка это не имеет никакого значения. А если не имеет значения, зачем он это делает? Ты не мужчина, тебя не понять. Мне и понимать ни к чему. Я просто жила бы по закону сильного. Кто это? Не знаю. Ты кого-нибудь ждёшь? Нет, никого не жду. Открой сам. Я пойду наверх. Иди, иди, я открою. Иду, иду. Ну? Как вчера с Деборой? Профессор, ты должен мне всё рассказать. Она здесь. Лиза! Знаешь, кто к нам пришёл? Марко! Твоя жена вернулась? Значит, и моя тоже. Спроси. Лиза! Жена Марко вернулась? Вернулась. Она простуженная? Нет. Я пойду. Нет, не уходи. Подожди минутку. Я хочу тебя с ней познакомить. Лиза, Марко хочет с тобой познакомиться. Лиза, садись. Она сейчас придёт. Ну как? Идиот. Что надо? Это уже не другое. Простите, что я в маске. Это моя жена. А это Марко. Очень приятно. Мне тоже. Прошу прощения. Что вы, что вы? Я пойду. Ну-ну. Хорошенькая. То есть, я хочу сказать, обычно она... Ну, в общем... Извини, пойду. Раз твоя жена вернулась... Да, кстати, я не знаю, куда вы вчера с Деборой пошли. К ней домой или... Так вот, если или... Будь осторожен. Эта девчонка очень опасна. Она повсюду следы оставляет. Ну, там, бельё, духи... Туфли и так далее. Так что всё посмотри и понюши. Синьора, я ухожу. Хорошенькая. Теперь я выгляжу нормально? А, знаешь, когда ты вышла, мне показалось... Отличная вещь, эта маска. Следов с лёгкой не бывало. Прошу прощения за ту идиотскую сцену. Ну, что ты? Я так разволновалась, что забыла тебе сказать. Меня срочно вызывают в Милан. Мне очень жаль, любимый. Как же так? Ты только вернулась и опять уезжаешь. Останься. В твоём положении опасно? Нет, что ты. Я уже решила это в последний раз. Я бросаю работу. Хватит кататься туда-сюда. Теперь мы будем вместе, ты и я. Ты рад? Конечно. Ну, пока. До завтра. Будь осторожна. Береги себя. До завтра. Чёрный волос. Дебора, я тебя убью. А здесь что? Как всегда, этот запах. Вечно он у меня не выветривается. Как, они под столом стакана оставляют? Наверное, им помогли. Кто это? Анна. Ты вернулась. Вот это сюрприз. Небольшой. Что ты говоришь? Я хотела бы тебя удивить ещё больше. Я звонила Лизе. Она сказала, что ты был у них. Могу подождать, я собиралась заехать. Я зашёл поболтать с Антонио. Он очень милый. Не думал, что буду чувствовать себя нормально с профессором зрелого возраста. У нас с ним такая компания образовалась. Жаль, что ты поздно начал.